с вами техническая среда я ведущий геннадий емелькин чтобы быть в курсе наших последних материалов подписывайтесь на наш канал журнал за рулем а сегодня мы покажем расскажем как продиагностировать модуль зажигания в прошлом году у нас был материал посвященный диагностике катушки зажигания и попутно многие задавались вопросом а как же проверить вот такую много выводную конструкцию принципе она проверяется аналогично как и катушка зажигания только нам надо что сделать допустим мы берем как и предыдущем случае используем разрядник высоковольный нам нужен всего лишь навсего один разрядник все остальные выводы мы подключаем к ним свечи зажигания естественно мы их надежно связываем проводами и соединяем с массой ну масса самая лучшая масса это у нас на носовой клемме аккумуляторной батареи и прокручиваем коленчатый вал двигатель соответственно мы для облегчения работы выворачиваем все свечи чтобы легче вращать коленчатый вал напомню что мы используем не четыре свечи как многие дома это взяли там четыре свечи проверили и убедились в исправности этого модуля зажигания на самом деле совсем корректно один из этих выводов должен быть соединен именно с разрядником почему дело в том что разрядник комментирует работу катушки зажигания именно таких жестких условиях при высоком давлении то есть на воздухе пробить вот этот маленький заряд при обычном атмосферном давлении довольно таки легко даже если например есть это проблемы с модулем он может здесь создавать искру гарантированно искра не будет проскакивать уже на этом разряднике потому что здесь зазор намного больше и он имитирует работу цилиндра именно в таких жестких условиях при высоком давлении поэтому мы сначала ставим на первый цилиндр убедились что здесь есть искра и переходим по очереди переставляем на 2 3 4 и так их по очереди меняем все сейчас мы это покажем как это сделать на автомобиле и так вот у нас модуль лежит на клапанной крышке мы его уже вынули оттуда из головки блока выкрутили свечи соответственно чтобы легче нам потом крутить коленчатый вал стартером сейчас нам надо соединить все наши свечи на самым выводом аккумулятора вот мы берем проводочек наш которую мы сделали специально для этого случая и вставляем их в модуль зажигания мы здесь используем три штатные свечи которые мы выкрутили из двигателя и один будет у нас пробник соответственно мы будем проверять по очереди каждый вывод для упрощения мы сделали четыре коротких провода и один длинный то есть мы все соединяем все четыре провода с одним и его же мы цепляем на массу то есть самая лучшая масса это минус аккумуляторной батареи каждый вывод должен быть с со свечой либо в ней должен быть установлен разрядник то есть свободных выводов быть не должно то есть везде все должно быть соединено на массу в противном случае если у нас будет какой-то свободный вывод и мы начнем проверять катушку когда мы будем прокручивать коленчатый вал стартером она у нас просто сгорит и все на этом работа будет просто потрачено впустую и мы вместо диагностики сделаем вредительство поэтому мы это проверяем цепляем все на массу и свободного вывода быть не должно перед диагностикой модуль зажигания нам также необходимо отсоединить разъем питания форсунок потому что чтобы понапрасну топливо не лилось в цилиндр находим разъем отсоединяем разъем питания форсунок теперь нам остается подключить штатный разъем питания к модуле зажигания вот мы его чуть смещаем и подключаем разъем то есть восстанавливаем прежнюю схему подключения то есть модуль у нас будет подключен так же как в обычном режиме он работает на автомобиле все вот мы его проворачиваем так надежно его устанавливаем что у нас не упал при вращении коленчатого вала все теперь мы приступаем непосредственно к диагностике модуля зажигания то есть начинаем естественно как вот мы по этой схеме с первого цилиндра у нас разрядник стоит в первом цилиндре и прокручиваем коленчатый вал поехали вот мы проверяем всего хватит то есть первый цилиндр искра есть мы вынимаем разрядник из первого и вставляем его 2 соответственно свечу из второго мы вставляем в первый разрядник во второй разрядник мы переставили на второй цилиндр приходит переходим к проверке то есть опять прокручиваем коленчатый вал этого достаточно все вот мы увидели искра появилась значит второй цилиндр в порядке переходим к третьему внимая его клади всего этот теперь отставляешь все разрядник на третий все третий цилиндр в порядке у нас переставляем разрядник на четвертый цилиндр а свечу на третий то есть это заключительный этап проверки мы видим что на четвертом цилиндре нет искры это говорит о том что модуль неисправен именно по этому цилиндру из-за этого двигатель троит то есть причина найдена диагностика модуля проведена и и Субтитры создавал DimaTorzok